Только с начала этого года в нашей области с путей сошли 6 подвижных составов. К счастью, пока обошлось без пострадавших. Тем не менее, инспекторы транспортного контроля ситуацию оценивают как критическую. С каждым годом количество происшествий на железнодорожном транспорте растет. К примеру, за весь прошлый год с рельс сошли 7 поездов. Одно из крушений закончилось столкновением вагонов и последующим пожаром. Ущерб тогда составил 1,5 миллиарда тенге. Нами сейчас проводятся проверки и в ходе проверки мы выявляем грубейшие нарушения. И при выявлении грубейших нарушений мы просто обязаны приостановить деятельность подвижного пути. Чтобы избежать всех этих непонятных ситуаций, мы решили собрать ветвь владельцев сегодня. С участием представителей транспортной прокуратуры, палаты предпринимателей, ОНККТЖ и транспортной инспекции. Приостановка эксплуатации некачественного железнодорожного полотна грозит нашему региону транспортным коллапсом. Так как подавляющее большинство подвижных путей находятся в угрожающем состоянии. Сегодня они в частных руках. Путями владеют более 200 предпринимателей. Не все из них заинтересованы вкладывать деньги в поддержку нормального состояния из-за нерентабельности железной дороги. Инспекторам остается только регистрировать нарушения. Грубейшие нарушения это уширение путей. Например, номинальное расстояние между колеей 1520 мм, максимально 1548 мм или минимально 1512 мм. Имеется случай, если превышает, например, 1548 мм, мы просто вынуждены, например, уже приостанавливать. Во всех случаях, в шести случаях схода вагонов причиной явилось ущерение путей. Впрочем, у железнодорожников также есть претензии к администрации железной дороги. Часто, по словам путейцев, вопросы упираются в неэффективную организацию рабочего процесса на железных путях. С Тегису требуют же проводить свое время техническое обслуживание тепловозом. Мы это, договор Чингген-Шангель, обслуживаемся. Ну, с Тегису нас отправляют, ну как, в холодном состоянии, на ремонт. Там вопросов нет никаких. В Чингген, когда начинают аргумент оформлять, пересылки обратно к себе домой, на Тегису, здесь начинают вопросы. Это заседание участники собрания решили использовать как очередной шанс договориться и привести в порядок состояние дел на железной дороге. Но если и эта встреча не даст результатов, инспекторы предупредили. Ко всем нарушителям будут приниматься уже жесткие административные меры. Даня Архудайбергенов, Придар Жанусканов, Ербол Макашев, информационная служба телекомпании ОТРАР. Продолжение следует...